и так господа доброго времени суток сегодня мы поговорим с вами о такой важной вещи как музей и мы не просто не поговорим у меня есть человечек который для нее это было очень легко как она сказала но она написала в куче коляк там сидеть и разбираться было очень весело последовательный гайд по прокачке музея я попытался запомнить конечно что мог потому что все это расписывать переписывать и выникать не особо то и легко там у человека специфический почерк потому что это профессор математики в институте и там свои как бы нюансы поэтому что могу сказать сразу две важные вещи во первых он рассчитан на новичку в целом либо около музей еще слаб ну давайте скажу слаб это ну наверно до 5 максимум до 8 лямов если у вас выкручена через личный антик иначе будет как бы уже вам не совсем актуально и второй пунктик это то что он рассчитан на а я даже первый не сказал я что-то забываюсь то есть он рассчитан на новичков изначально а теперь два важных пункта первое он предназначен на долгий рост то есть почему сказано для новичков потому что ну старикам это будет не так актуально новички как раз они почувствуют весь вкус этого дерьма потому что вот именно начала в этой схеме она очень сложная даже не в плане терпение а выжидание и накопление ресурсов вот это вот будет перекрещиваться и так сказать давить на нервы потому что из-за этого вы можете в начале конкретно других отставать это есть такое и второе вам если вы хотите именно ему следовать вам придется просто взять и позабыть о каких-либо там желаниях хочу так качнуть хочу так потому что любое влитое количество ресурсов не туда любой влитый корм там хоп вкачал этого все он здесь соответственно сбивает пресс он меняет последовательность ты уже как-то не то делаешь вот поэтому мое дело мне интересно было потому что я по шапке за свой музей тоже получил от нее мое дело вам его передать как бы что вы с ним дальше будете делать меня вообще не волнует кроме тех людей которые находятся у меня в гильдии как бы тем по шапке буду стучать и я теперь смотрите начинается все очень просто мы открываем музей на какой-то там я не помню честно 11 голова по моему не от вины так далеко обычно не добегают 11 голова и у нас самого начала появляется по моему вот эта банка что-то из вот этого значит смотрите я разделю важно на free to play ребят я разделю на легких донатеров то есть условно это будет членство и подписочки условно и все-таки в донат я запишу людей тут я буду немножко уточнять потому что я допустим трачу каждый месяц по 600 новых до из них там почти 200 только уходит на подписки естественно что раз там в два-три месяца надо какой-то ивент на него три сотни отложить ну соответственно не так и много затрат месяц получается а те ребята которые там тратят ежемесячно по тысячу там по две новые соответственно для них ну это будет актуально что я говорю поэтому смотрите вот самом начале как бы я буду рассказывать все-таки ветки в фтп и дополнять уже для других в самом начале мы получаем эту чашку или вот эту чашку я честно говоря не помню но мне было не в кайф заходить и выкачивать еще одинако до 11 головы мы получаем нам советуют что-то там качнуть корма и все вот им снимал классное видео он рассказал то о чем как бы мало кто знал вот этот тень удвоение эликсира во первых она фактически не нужна я вообще не знаю людей которые этим пользуются почему потому что как минимум у нее очень дорогой курс обмен эликсира любого я не знаю давайте где-то найдем что-то качнуть чуть 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 не надо то господи где у меня хоть что то есть тут нет не надо фиолетовый эликсиром не филе то по восстановить вот запуск удвоение правильно когда вы хотите обменять эликсир шанс что при обмене какой-то эликсиру двоится то есть просто прокнет еще одна баночка курс любого смать его эликсира один к четырем то есть если вы будете менять сначала синий на фиолетовый а потом фиолетовый на рыжий до желтенький хрен с ним вот желтенький то курс будет один к 16 это очень дорого это прям пиздец дорого поэтому про эту хрень мы забываем я не знаю на очень долго я вам объясню чуть позже почему смотрите мы получили антик поехали прокачиваться как только мы его получили мы получили корм вот вообще в этот момент взяли и засунули корм поглубже всех цветов вы корм не трогайте вообще вы его копить и вы его копите и в то же время вы идете и активно собираете свитки музея и вы активно собирает те свитки музея для которые вот эти точнее нет свитки музей так как раз вот эта хрень то господи вот вот эти вот красивые цветки карта гробницы вы их собирайте чтобы как можно больше открывать это первое дальше вы активно копите просто по максимуму вы копите вот это и еще в самом начале пока вы работаете только синим антиком вы копите вот эти сундучки вот эти сундучки героическое сокровище они дают вам именно копии синего антика самого слабого да и они дают вам очень много корма больше корма дают только вот эти то есть вот этот антик он очень долго будет для вас важен даже когда вы там будете пробуждать фиолы и они насчет рыжих не помню но на пробуждение фиолов нужен вот этот антик синенький его нужно очень много поэтому вы копите обязательно всюду всюду скупаете в самом начале именно вот эти сундучки если есть возможность там какая-то донатная акция вылетела там купите там или 100 красных сундуков или кстати вот 100 красных лучше купить вот это единственное исключение 100 красных сундучков купили все почему 100 красных сундучков и сколько бы их там ни было важно покупать потому что красный антик в отличие от других имеет одну важную хрень каждые 10 сундуков будет гарант то есть 2000 насобирали все у вас обязательно какой-то антик красный прокнет поэтому он в приоритете будет всегда там один ключевой момент будет позже если красного антика выборе нету там предлагают столько-то вот этого королевского сокровища там благородное героическое пиратское среднее говно кстати и вот сокровище оценщика покупайте обязательно героическое сокровище вот этих повторок вам будет не хватать очень долго а потом вы столкнетесь с прокачка личного антика на героев третья звезда ждет по 240 корма по 240 синего антика осколков это много это реально очень много пробуды будут есть по 400 и выше по моему то есть все мы скупаем героическое сокровище где бы то ни было и скупаем вот эти вот цветочки в начале в этом магазине я советую ничего не покупать есть еще один важный нюанс что покупать в этом магазине кто-то покупает вот этот вот личный антиквариат каждому свое советую ребят я не помню точно это надо внимательно вникнуть некоторые антики покупаются только в этом магазине и некоторые выпадают их можно купить вот я не помню честно но я бы советовал реально по возможности там не сразу максить а по одной копии сначала фиолетовые потом желтенькие скупать то есть там фиолетовые довели все там желтенькие в целом я советую не я уже буду от лица от себя говорить потому что ну неудобно я советую скупать все-таки все многие говорят что покупай только там сначала все что работает на всех не знаю там сначала общую защиту общий хп смотрите ребят вы когда начинаете играть у вас по факту команда есть но вы не играете от всех до трехсотого уровня а то и дольше вы играете от своих дд и в текущей мете у вас все дд будут бойцы поэтому про статы для всех можно просто взять и забыть вы просто будете гнать и макси там атаку бойцам защиту бойцам то есть там первую пачку в элитке тащит аполлон вторую сусанчик и третью там заходит то у нас еще пушить не знаю оду где-то на шкребли по мелочи все у вас три бойца остальное оно подтянется вы не парьтесь вы пока будете копить звезды оно подтянется возвращаемся вы копите антик собирайте свиточки собирайте другие свитки зачем для начала мы ищем вот такие вот штучки и мы пардон не такие вот это все где написано воз мы запоминаем не обязательно собирать только синий антик наоборот вот в момент накопительства вам важно собирать весь антик и синий и фиолетовый и желтый почему потому что вот дальше следует именно та система которую девчонка рейна как бы некоторые знают мне рассказала в чем соль очень многие привыкли прокачивать антик сразу вот он попался тебе в ручки взял там до 50 процентов качнул о качнул новую звезду до 75 процентов чуть там это все соточку бахнули все три звездочки готов очень редко это надо это не касается личного антика потому что личный антик все таки советуется гнать по максимуму как можно быстрее потому что обычно тянут личный антик на героев которые тащат если это будет какой-то там саппорт естественно вы не будете его сразу максит но если вы выбьете того же аполлона соответственно вы побежите пулею его в маршрута так делается потому что этот один герой вам все вывозит соответственно в него и надо влить ресурсы это правильно вот поэтому мы нашли мы там накопили там условно 20 синего антика там 15 какого-то там фиолетового скажите мне и желтенький там 10 штук пофиг корм мы до сих пор не потратили корм лежит корм лежит вы должны поднимать мощь на звездах почему в начале трата корма вам не сильно поможет потому что на каждом антике есть условие за которые он дает вам множитель вот сказано да за вот на трех звездах этот кто там тенмоку будет вам давать 19 атаки за каждое пожертвование в фонтане желаний гильдий то есть пока вы там не наберете 200 этих пожелания ну копейки будет давать а чем меньше звезд тем бонус вот этот атака 19 он будет еще меньше я не помню сколько на одной звезде ну то есть понимаете разницу и вы ищете из тех что у вас есть а у вас он будет копиться он будет накапливаться особенно синий синий копится очень быстро вы ищите все где написано внимание не просто снижение восс а вы ищите именно то где написано снижение расхода базового базовый эликсир это наш синий эликсир это самый первый эликсир который тратится почему мы делаем и так потому что мы идем и потом хоп все мы взяли прокачали на пробудили у нас стоит 0 процентов тенмоку с пробуждением это значит что все абсолютно все затраты синего эликсира теперь будут меньше на 4 процента я вот так наугад сейчас не тыкну мне надо их перебирать я помню что еще где-то что-то есть но по-моему воз воз еще вот такие но их не обязательно ждать то есть не обязательно и будет первыми если есть ресурсы можно это такая хрень которая когда вы тыкаете накормить 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 шанс того что какой-то был шанс того что у вас за одну затрату корма процент поднимется на 2 или на 3 по-моему большой успех это x3 вот еще колонна видите еще минус 4 процента жалко что здесь нету общей информации что насколько работает в плане музея то есть насколько в общем проценту у вас снижены затраты и так далее это музы это пока забыли тут по-моему дальше таких нету до базовый эликсир и идем дальше то есть где-то может фиолетовых это вот большой шанс успеха снова таких много они вкусные от шанс удвоения как а то есть про шанс удвоение ребята мы забыли вообще забыли даже для фтп это пиздец какая невыгодная штука я в своем музее это очень поздно понял я потратил на антиквариат связаны с этим просто дохера ресурсов которые могут пустить на что-то более важное персмотрите чем заключается фишка одного цвета есть ребята которые не сразу максит антик поступает немного умнее они берут и весь доступный антик у них они гонят потом 5 процентов то есть вот я зашел в этот у меня есть его качнул там на 5 процентов статы даются за каждые 5 процентов поэтому это важно и мощь тоже растет за каждые 5 процентов не будет никакого профита если вы качнете 4 процента каждые 5 но мало кто это вообще запомнил цена за пробуждение за прокачку растет каждые 10 процентов и тут есть один важнейший нюанс за первые 10 процентов синего антика цена 1 за первые за вторые 10 процентов то есть 10 20 процентов синего антика цена другая и она больше но одно одно огромное но цена за первые 10 процентов 10 процентов фиолетового антика меньше чем цена за вторые 10 процентов синего честно я не помню прокачку на желтом насколько сравнительно но я даже смогу наверное это глянуть если я найду а я на я кстати могу да то есть у меня есть там снижение затрат процента давайте глянем то есть первая десятка стоит 120 фиола первая десятка стоит 120 у желтого первая десятка стоит 160 теперь возвращаемся смотрим вторую десятку вторая десятка фиола 180 ну у синего нету сотки поэтому тут сложнее то есть 100 плюс здесь будет сложнее и тут как бы надо знать другие нюансы потому что это другой корм он выше то есть синего корма я честно вам не скажу это мне надо чтобы не попался желтый антик на руки с нулем процентов и я тогда скажу вам точно то есть тут какой-то нюанс еще есть потому что желтый антик может быть там дороже то есть первая десятка желтого может быть все таки дороже чем вторая десятка синего такое может быть не спорь может и получается так что вот вы вкачали 10 процентов и ребята так вот они по пять процентов по пять десять уходят в чем фишка заключается сейчас вы взяли вы качнули один антик синий от нуля до десяти процентов вы молодцы все хорошо в первую очередь запоминаем да вы качаете специфический антик который это уже мой совет это я вам говорю что сначала вы качаете тех кого он тащит потом вы качаете других тех кого он тащит и общие общие статы хп для всех защита для всех атака для всех вы качаете в последнюю очередь когда у вас хватает героев когда у вас уже личные ветки выкачаны и вы уже просто тянете всех когда вам есть кого тянуть нет смысла тянуть всех когда у вас команда из пяти человек у вас тащит один боец а остальные четыре говно которое чуть ли не в начале боя вздыхает им антик не поможет тащить все равно будет один боец поэтому это был мой такой краткий совет как качать теперь возвращаемся к системе мы качнули первый синий антик на десять процентов все отлично переходим ко второму синему антику качаем его так само на десять процентов в каком порядке какие статы там это вы уже выбираете сами но в первую очередь вы идете пробуждать только тот антик который снижает затраты восстановления сначала на базовый эликсир потом вы ищете то что снижает затраты восстановления на изысканный эликсир при этом мы не забываем качать пробуждать именно те антики в которых написано шанс восстановления я честно не там помимо большой есть еще одно слово то наверное экстрим может огромный я не помню это надо чтобы на глаза попалась я так не скажу большой шанс успеха это или сет какой-то будет или пробуды я так сходу не скажу куда же большой шанс успеха нет ребят ну честно не скажу качнули второй то есть все взяли весь синий антик прошлись на первые десять процентов молодцы теперь берете и так само шерстите весь фиолетовый антик на первые десять процентов прошлись вот дальше смотрите там схема очень простая будет тут или или если желтый антик первые десять процентов дешевле чем синий антик вторые десять процентов то есть от 11 до 20 если желтый дешевле вы качаете первые десять процентов желтого антика если желтый дороже вы пока про него забываете то есть он будет значит оставать от синего не на 10 на 20 процентов вы пока про него забываете и спокойно херачите снова уже второй круг синему антику с одиннадцати по двадцать процентов вот так вот так само идете по фиолетовым в это время мы не забываем что ну это уже разговор для отдельных гайдов какие сундуки какие что надо покупать что надо брать что надо брать в ивентах что надо брать в скажите мне в магазине это другие видео возможно они будут суть сейчас именно в музее мы берем и качаем вот так вот лесенкой по десять процентов один блок второй блок теперь смотрите если у вас есть куб обмена первый донатный куб да который там открывается на пять тысяч ипачков вам будет проще ребятам у которых его нету будет сложнее потому что вот именно в этот момент когда вы подходите к давайте честно чтобы было чтобы не прогадать когда вы подходите к 50 процентам синего антика понятно что нам еще идет ветка прокачки до фиола прокачки фиола антика до 50 процентов но в этот момент можно находить и они есть их не надо находить есть такой вот прекрасный сет Он не будет актуален для донатеров Честно, там только статы И вам они погоды большой не сделают Где это кольчуга? Вот это кольчуга Вот этот сет Изысканный эликсир То есть как раз, когда базовый меняется На изысканный, на фиолетовый Шанс, что изысканный прокнет Когда вы подходите к 50% синего антика Вы идете и собираете Просто собираете На одну, мать его, звезду Вот этот сет Все, по одной вещи купили и забыли Кольчуга в бездне, по-моему Шапка за клэш Это противостояние героев Или как оно И топорик, по-моему, тоже в бездне Не помню Все, по одной копии купили Ну, процентики там уже знаете Взяли и качнули И после этого Когда вы дойдете до 50% Вы берете У вас будет в любом случае Копиться весь корм Где-то будет падать синий Где-то будет падать фиолетовый Где-то будет падать Желтый Где-то будет падать На выбор Который там красный Выбирай, какой не хочу Вот этот вообще Я бы, кстати, оставил и не трогал Ну, можно Перегнать в синий И тратить его Можно Это обычно Самое оптимальное решение То есть Брать самый низший корм И через обменник Идти его менять Но это если у вас есть куб Потому что Для ФТП Вот это удвоение Оно очень дорогое То, что Для Обменного куба Синий меняется на Фиолу 1 к 2 Да Тут обмен будет 1 к 4 Там Обмен будет 1 к 4 На рыжий Да А тут уже будет 1 к 16 И вообще не в кайф Вот Поэтому Собираем на одну звезду И Весь Синий корм Какой у нас есть Думаем Если у нас есть Антик Да Вот такой вот Продвинутый Это не тот Нам важно Именно Чтобы Где-то Было написано Изысканное Потому что Нам сейчас Надо его удвоение Если он есть Отлично Шанс еще лучше То есть Прошлись Посмотрели Да Можем Можем Пробудить Ждем Лучше Если есть Возможность Лучше Немножко Потерпеть Корм Насобирается Да Вы там Какой-то момент Пропустите Зато Потом Нагоните Более Дешево Вот И после Этого Там Нашли Антик Да Так О Я могу Купить Я могу Пробудить Отлично Не переживайте За то Что если У вас Там нету Сразу Много Этого Удвоения То Он уйдет Никуда Потому что Ну Даже С 70% Шансом Вам может Не удвоиться Ни хрена Все это Прекрасно Знают Все знают Приндом Мха Он Говно И поэтому Ребята Просто Взяли И там Поменяли Корм Можете Не спешить Можете Не менять Весь Корм Сразу В обменнике Можете Там По чуть-чуть На один Антик На 10% Хватило Да В итоге Чтобы Сделать Какие-то Несчастные 2000 фиола Вам надо Будет Отдать 8000 Синего Дорого Это очень Дорого Вот Я вам Кстати Советую Вот У FTP Как только У вас Откроется Куб Донат Вы потом Не важно Все им это Не показываю Да Даже если Полные новички Вы потом Это поймете И Как только Он откроется Вообще Забыть Про Двоение В том Плане Что Взяли И забыли И дальше Вы Никакой Шмот На это Не покупаете Не прокачиваете Ничего Если вы В итоге Даже Соберете Вот это Вот этот Сет Да Вы его Собрали То У вас Уже есть Куб Вообще Не вздумайте Просто Не вздумайте Его пробуждать Я не знаю Спрячься его Хотите Но Не вздумайте Это Будет Просто Пиздец Какая Трата Ресурсов Впустую Та же Схема Будет Когда Вы Доходите Там До 100% Просто Чем Выше Эликсир Тем Больше У вас Будут Затраты Тем Дольше Этот Процесс Идет Почему Схема Большевую Плату Относительно Других Игроков Которые Там Или Все подряд Гонят Да Там По 10% В одном Классе Точнее Не в одном Классе А там Из верхних Там Сразу Взяли Там 10 10 10 В синим 20 20 20 В синим Да Фиол Потом Аж до Фиола Потом Дошли То есть Это удобно Тем Что у вас Копится Корм Разных Уровней И вы Этот Корм Потом Будете Применять Когда Для него Будет Время Когда У вас Будут Уже Вот Вы Подходите К Фиолетовому Это Значит Что У вас Должны Быть Найдены И Желательно Пробуждены Затраты На Снижение Фиолетового Корма То есть Ищем Антик Который Снижает Восстановление Изысканного Корма Все Будет Откатываясь Назад То есть Вот Реально Мы будем Ити Лесенькой Сделали Условно Один Синий На 10% Хоп Это Если у вас Всего По одному Так проще Объяснять Один Синий На 10% Хоп Поднялись На этажик Выше Один Фиолетовый На 10% Хоп Еще На этажик Выше Один Желтый На 10% Хоп Все Я Напомню Про Желтый То есть Мы делаем Его Вот Только Он Если Дешевле Чем Синий Если Нет Мы Делаем Синий Следующего Уровня Все Мы Условно Убили Босса Прокачки Спустились Уже Более Хардово Более Дороже От 10 До 20 Херась Фиол От 10 До 20 Херась Желтенький Опять От 10 До 20 Херась Вот Когда Подходим Соответственно К 50% У нас Меняется Планочка Мы Ищем Уже Затраты На Снижение Фиолетового Корма Схема Прокачки Полинейно Она Вообще Не Меняется То есть Вы Так Будете Двигаться Просто Постоянно Вообще Постоянно Про Бут Это Не Касается То есть Это Не Видео Про Боевую Раскачку Это Видео Именно Про Накопление И Разгон Музея Чтобы Он У вас Двигался Качественно И Быстро Именно Про Фарм Составляющую Когда Вы Подходите До 100% Вы Так Сам Переключаетесь На Поиски Там И Пробуды Шмота Антиквариата Который Улучшает Снижение Цены На Желтенький Корм Попутно Пока Вы Это Все Будете Делать Вы Будете Какой Антик Себе Выбирать По Ресурсам Потому Что Вы Будете Замечать Как Долго Что Копится Как Разного У всех По-разному Падает У всех Своя Удача У всех Свои Донаты И Нюанс Будет Именно В том Что В Перерыве Между Прокачкой Восстановления Синего И Восстановления Фиолета Вы Где-то Пробудете Какой-то Боевой Антик Будет Классно Если Вы Пробудете Антик С Улучшением Восстановления То Есть Вот Такие Это Будет Особенно Классно Потому Почему Эта Схема Выгодна Потому Что Ребята Обычно Взяли И Выкачали На Синий Фул Потом Фиолетовый Фул И так Далее Они Потом Приходят К Желтенькому Антику А его Опять Надо Качать За Синий Корм Условно Да И А вы Уже Бонусы Насобирали На другое Вы Хотите Качать Уже Там Желтый Вы Уже Хотите Ну Сто Плюс Процентов Качать У вас Уже Бонусы На это Собраны Да А вы Не можете Потому Что У вас Ну Нечего Качать А из-за Того Что Вы Будете Две Вот Так Вот Последовательно Я же Говорю Что Вся Прокачка Она Работает Не на Свет Антика Она Работает На Цвет Корма Вся Абсолютно Поэтому Когда Вы Будете Собирать Улучшение Восстановления На Любой Цвет Вы Пришли Вы Так Сам Желтый Антик Вы Ж Херачите Синим Кормом Это Значит Что Он Там Будет Дешевле Это Будет Выгодно Это Будет Удобно У вас Будут Прокать Иксы Потому Что Ну Икс 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 Потому что Оно Работает Повсюду Одинаково То То есть Исключения Мы Я не знаю Исключений Нет Потому что Все работает На цвет Корма А не на цвет Антика И вот так Потихоньку Вы придете Планомерно Я знаю Это нудно Каждый раз Ты Когда Проще Одну кнопочку Нажать На максимум И все Но Вы Очень хорошо Мы реально Мы сидели Мы проверяли Математически Мы проверяли Как оно Вообще Ступенчато Будет Работать Оно Очень хорошо Выравнивает Вам Прокачку Фарм Части Музея То Что вы Дальше Будете Собирать Звезды То Что вы Дальше Будете Улучшать Боевую Составляющую Это Уже Ваше Дело Каждый Выбирает Что В музее Для него Важно Есть Какие-то Основные Аспекты Качайте Раскол Качайте 3-4 Сета Обязательно Есть Такие Это Типа Вот Сейчас Я Боже Тыкну Раз Обязательный Сет Да Улучшает Магов Вееры Два Обязательный Сет Это Картины Тоже Он Бойцов Улучшает Где-то Мечи Там Отдельный Разговор Кимоно Вот И Где-то Кимоно По-моему Было Вот Кимоно А тут Видите У него Тут Раскол Для бойцов Но у него Снижение Я Я Вроде Все Сказал Что Хотел Что Было Написано Что Я Помню Поэтому Я Надеюсь Что Кому-то Это Пригодится Кто-то Сможет Этим Воспользоваться И пожинать В итоге Плоды Как бы Я буду Признателен Если Вам Это Понравилось И Вы Поставите Лайк Да Я Вошел В эту Нишу Мне Тоже Приятно Когда На меня Смотрят На меня Подписываются И так Далее Потому Что Не потому Что Мне Надо Ваши Лайки И так Далее Я Говорил Мне На это Посрать Но Мне Надо Знать Что Просто Вот Эта Тяжелая Гнусная Механика Которую В Копать Разбираться И так Далее Все Эти Заморочки Мне Важно И приятно Знать Что Это Еще Кому То Надо Поэтому Я Желаю Вам Успехов С Вашим Музеем Чтобы У вас Реально С ним Все Получалось Потому Что Это Не Закрытое Видео Это Общедоступное Вот Встретимся С Вашим Музеем На полях Сражения Господа До Редакторiez Корректор А. Корректор А.